В ходе диалога обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. Речь также шла о подготовке к очередному раунду переговоров в формате 5 плюс 2, проведение которого запланировано на 5-6 июля текущего года в Вене. Взаимодействие со всеми участниками 5 плюс 2 и в первую очередь со страной-гарантом, которая нанесет на себе основную функцию по поддержанию мира, осуществляя миротворческую операцию, для Приднестровья является стратегическим и важным приоритетом. Уделили также внимание вопросам российского консульского обслуживания в Приднестровье. Сейчас очереди на получение российских пятилетних паспортов ликвидированы полностью. И сегодня, если мы с вами когда приступили, была запись на 10 месяцев вперед, сейчас все вопросы решаются в течение двух месяцев. И мы сейчас отменили предварительную запись для консульского пункта по паспортам, по обмененным консультациям юридическим и так далее. Вопросы, связанные с предстоящим раундом переговоров в формате 5 плюс 2, обсудили и на встрече президента Приднестровья с главой делегацией Европейского союза в Молдове Пирко Этапиола. Мы также считаем, что в рамках переговоров нужно искать компромиссные позиции, для того, чтобы содействовать деблокированию многих проблемных аспектов, которые находятся на столе переговоров и повестки дня между сторонами. И посредники оказывают поддержку для того, чтобы стороны пришли к какому-то взаимопониманию, для того, чтобы не было или было бы поменьше искусственных барьеров, которые на сегодняшний день имеются. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Речь шла о реализации в Приднестровье при поддержке Евросоюза проектов международной помощи, связанных с ремонтом и реконструкцией учреждений образования и здравоохранения. Это для нас очень важно, потому что эти проекты направлены, в первую очередь, на человека, направлены для того, чтобы сформировать среду для граждан Приднестровской Республики, для граждан, которые проживают здесь в непростых экономических или социальных условиях. Глава государства подчеркнул, что вложение в здравоохранение и образование гораздо ценнее и эффективнее, чем вложение в другие направления. Станислав Стоянов, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал.